Самый большой урожай овощей на Мозырской фабрике получили в 2015 году – 1290 тонн. В этом, говорят, будет чуть меньше. Правда, сейчас и структура посевных площадей немного другая. После анализа ситуации на рынке и подсчета полученной прибыли, в хозяйстве решили практически полностью отказаться от огурцов. Если в начале года их выращивание еще приносит какой-то доход, то с середины лета только убытки. Рынок просто перенасыщен этой продукцией. Первый оборот огурца довольно-таки выгодно получается. Там средняя реализационная цена довольно-таки высокая. По этому году составило по нашему предприятию рубль 20. По второму обороту становится невыгодно, потому что у населения, видно, свой огурец появляется. В рынке получается с личных подсобных хозяйств попадает огурец и цена очень низко опускается. Поэтому нами было принято решение, чтобы больше уделить внимание томату. По томату урожай такой же, а цена держится заметно выше. Что касается помидоров, то их урожай совсем неплохой. Правда, относится это только к продукции, выращенной в теплицах. При непредсказуемых капризах погоды работы в открытом грунте становятся рисковым занятием. Еще один плюс теплиц – только здесь можно получать экологически чистые томаты. Во всяком случае, борьбу с вредителями на белорусских фабриках теперь стараются вести биологическими методами. По урожайности на сегодняшний день мы от прежних годов не отстаем. Но просто был такой июнь, хорошие сборы, июль чуть меньше, август опять пошли вверх. Очень хорошие получили за август 8 килограмм с квадратного метра. Это для нашей теплицы – это много. Плодовые сады в Гомельском районе сегодня занимают почти 290 гектаров. Причем в последние годы эта цифра постоянно увеличивается. Только в комбинате «Восток» посадили яблони на 40 гектарах. Деревья выбираются преимущественно белорусской селекцией. Они местный климат лучше переносят и приносят неплохие урожаи. Правда, в этом году яблок будет меньше, чем в прошлом. Все мы знаем, и тут не надо быть великим ведущим агрономом, что в этом году дерево отдыхает от яблок. То есть в том году его было очень и очень много, в этом году дерево, ну, сами понимаете, это уже природный процесс. На этой неделе в Гомельской области началось проведение осенних сельскохозяйственных ярмарок. Непосредственно в областном центре для них выделили 11 постоянно действующих площадок. Рядом с продукцией, выращенной на частных подворьях, предложения от фермерских хозяйств и сельхозпредприятий. Цены значительно ниже, чем в расположенных рядом магазинах при возможности большего выбора. На одном пятачке лук, морковь, перец, помидоры, баклажаны. Кроме того, по субботам и воскресеньям большая ярмарка будет работать на площади Восстания. Ярмарки на сейчас у нас определены сроки, это сентябрь-октябрь. При наличии благоприятных погодных условиях сельскохозяйственные ярмарки будут продлены и в ноябре месяце. Если судить по прошлым годам, то с началом проведения сельскохозяйственных ярмарок цены на фрукты и овощи обычно снижаются. Хоть и сейчас назвать их высокими нельзя. На центральном гомельском рынке лук и морковь около рубля за килограмм, картофель 60 копеек, яблоки 2,50. Это на прилавках частных продавцов. В торговой сети Потребсоюза цены, как правило, ниже. Правда, в этом году сдавать выращенные в заготовительные пункты люди, похоже, не спешили. Желание реализовывать продукцию самим объясняется в первую очередь не всегда высокими урожаями. В основном это касается яблок. Вообще в некоторых районах области в этом году был такой засушливый период, когда вырастить некоторую культуру уже и не надеялись. Но в результате все закончилось благополучно. В этом году хуже урожай, чем в том году. Потому что был очень жаркий июнь, три недели. Мы думали вообще, картофеля не будет. Но потом дождики пошли и наросла картошка. Ну, хорошая, довольно-таки неплохая вот она перед вами. Баклажанчики, перчик. Впрочем, изменение климата на более жаркий имеет и свои плюсы. Во всяком случае, об этом говорят поклонники солнечной ягоды. Сегодня в Гомельской области выращивается несколько десятков сортов винограда. Если бы не относительно дождливый июль, его урожай был бы вообще фантастическим. Что для традиционных культур хорошо, для этой ягоды не очень. Сорта довольно-таки такие, которые подходят для нашего климата. У нас уже температура такая, чем она лучше во Франции. Я бы не сказала. Последний вот прошлый год вообще была хорошая погода. В прошлом году была идеальная погода для выращивания винограда. Где приобретать свежий урожай на рынке, ярмарке или в магазине – выбор покупателя. Однако, как заверяют в Главном управлении торговли и услуг, даже несмотря на капризы природы, проблем с наличием продукции не будет. И не только в ближайшее время. В этом году в стабилизационный фонд планируется заложить 7 тысяч тонн картофеля и 10 тысяч тонн овощей. Этого хватит, чтобы без проблем обеспечивать население до следующего урожая. Для обеспечения потребительского рынка Гомельской области свежей плодовочной продукцией в межсезонный период ежегодно проводится закладка продукции в стабилизационные фонды. В настоящее время принято решение Гомельского областного исполнительного комитета, которым определен перечень организаций, которые будут осуществлять хранение стабилизационных фондов. Это порядка 18 сельскохозяйственных производителей. Объемы закладки в текущем году планируется увеличить. И после сбора урожая заложить в стабилизационные фонды. Александр Тюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели.